И снова здравствуйте! Сегодня мы с вами будем готовить одно очень популярное итальянское блюдо, которое называется оса бука. Что в переводе означает оса это кость, кости, бука это дырка. Итак, что нам для этого потребуется? Телячья голяшка, опиленная вот на такие вот стейки. Из-за данной кости блюдо и называется оса бука, я вам уже говорил оса, это кость бука это дырка, имеется ввиду полая кость. Так как здесь внутри находится костный мозг, и это кость полая. И костный мозг является неотъемлемой частью данного блюда. Далее нам потребуются черешки сельдерея, морковь, лук, чеснок, лавровый лист, соль, перец, куриный бульон, белое сухое вино, мускатный орех, я взял смесь итальянских трав, специю, и нужны протертые помидоры. Так как сейчас зима и свежие помидоры откровенно невкусные, я взял консервированные протертые помидоры. Итак, приступим к приготовлению. Для начала мы порежем овощи. Сельдерей черешковый мы просто нарежем вот таким образом. Сельдерей, если нет, можете в принципе его не использовать, но я вам скажу, вкус соуса тогда меняется. И на мой взгляд не в лучшую сторону. Просто есть же явно люди, которые его не любят, конечно же вы его использовать не будете. Вот таким образом мы режем весь сельдерей. Далее на очереди морковь. Морковь мы тоже порежем на крупные такие кубики. Как для соуса. Вот таким образом мы порежем морковь. И отправляем ее к сельдерею. Далее режем лук. Лук нам надо порезать тоже на кубики. Поэтому мы его режем следующим образом. И будем шинковать. Главное, чтобы эту часть сильно не обрезать, где были корни. Иначе у вас конструкция-то развалится. Ну и нашинкуем тоже кубиком. Убираем это все к овощам остальным. Далее на очереди чеснок. Чеснок мы режем в зубчики пополам. И просто шинкуем тоже вот такой вот пластиночкой. И отправляем к остальным овощам. Овощи нарезаны. И в ближайшее время они нам не понадобятся. Я их накрою. Потому что лук очень злой. И убираю пока в сторону. На данный момент займемся нашими стейками особука. Еще забыл сказать, что нам понадобится буквально 2-3 ложки муки. Самой обычной. Просто чтобы запанировать наши стейки особука в муке. Для получения такой корочки. Со стейками поступим следующим образом. Слегка присыпем мускатным орехом. Приперчим. И присолим. Сделаем такой массажик нашему стейку, чтобы он впитал это все. Переворачиваем. И проделываем все то же самое с этой стороны. Таким образом мы как бы подмаринуем все наши стейки. И дадим им минут 5-7 полежать. После чего мы их запанируем в муке. И обжарим на раскаленном растительном масле. Можете использовать оливковое масло. Можете использовать подсолнечное. Можете использовать смесь подсолнечного и сливочного. Ну, либо оливкового и сливочного. Тут уже кто как готовит. Но в оригинале, насколько я знаю. Ну, утверждать тоже на 100% не берусь. Используется оливковое масло. Теперь мы подготовим форму для запекания. И ставим сковороду с маслом на огонь. Сковороду мы разогреваем. А в форму мы будем складывать уже обжаренные наши стейки. Пока масло разогревается. Мы берем один из стейков. И панируем его в муке. Для дальней жарки лучше использовать сковороду. С большим диаметром. Но у меня попался под руку только вог. В данный момент. И поэтому, я думаю, более одного стейка за раз я жарить не смогу. И мы укладываем стейк в сковороду. Обжаривать мы будем примерно по 2-3 минутки с каждой стороны. Наша задача не приготовить до конца кусок мяса. А просто хорошо его запечатать. На данном стейке я допустил ошибку. Не посмотрел, что не удалена по бокам пленочка. Из-за этого он у меня как бы поднялся. Видите? Пленка ему не дала разойтись равномерно. И он от температуры скукожился. Это не есть хорошо. Вы так не сделаете. Но уже ничего с ним не поделаешь. Будем есть и вот так. Планируем следующий кусок. Его я уже проверил. Думаю, что с этой стороны стейк уже прожарился. Точнее, запечатался. Переворачиваем. Вот видите, какая отличная румяная корочка получается. И какой ровный стейк, если вы не допустите вот такой вот ошибки, как я допустил на первом стейке. Поэтому обращайте внимание сразу. Если пленочка сбоку у меня нет, если есть, удаляйте. Я бы надеялся на производителя. И даже не смотрелся, честно, абсолютно на стейке. Я думаю, что этот стейк тоже запечатался. И так и есть. И мы его тоже убираем. И закладываем последний стейк. После того, как наши стейки обжарены и переложены уже в корму для запекания, я долил еще немножко масла. Уменьшил огонь. Попробовал по возможности, как у меня получалось, выбрать подгоревшую муку. И теперь закладываю сюда по овощам. Закладываю и буду их обжаривать уже не на таком, конечно, сильном огне. Как обжаривались, точнее, наши стейки. Ну, если еще и потребуется масло, я, конечно же, его долью. Обжариваем примерно в районе 5 минут. Овощи наши обжарились ориентировочно 5-7 минут. И теперь мы добавляем вино. Еще чуть-чуть уменьшим огонь. И тушим, помешивая, тоже ориентировочно 5-7 минут, пока выпарится алкоголь. И останется только эта винная такая виноградная нота. И периодически помешиваем, чтобы все равномерно тушилось. После чего будем вливать протертые помидоры. Алкоголь выпарился. Мы вливаем помидоры. Хорошенечко размешиваем. И теперь нам надо слегка это все присолить. И добавим итальянские травы, которые я взял. Тоже минут 5, помешивая, будем тушить. Прошло еще приблизительно 5 минут. Ну и вливаем куриный бульон. Доводим до кипения. Выключаем и заливаем этим соусом наши стейки. Выключаем соус и перекладываем его на наши стейки. Далее нам надо накрыть фольгой и поместить в духовку. Духовой шкаф разогрет до 190 градусов. И мы убираем наши труда в него. По возможности, хорошенечко укутав фольгой, я даже сделал перекрестно. Чтобы лучше было укутано. И сверху сделал 3 небольшие дырочки зубочисткой. Ну и ставим это все минимум на 2 часа. Через 2 часа посмотрим. Может быть будем доготавливать еще в течение получаса. Ну вот наш особуко по-милански полностью готов. К нему на гарнир я сделал ризотто по-милански. Также к нему на гарнир пойдет еще и паста. Осталось добавить зелень. В данный момент это зелень петрушка. А также подавать это блюдо с вином или со стаканчиком граппы. На этом все, дорогие друзья. Подписывайтесь на мой канал в YouTube. Ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok